Несмотря на то, что дачный сезон еще не начался, уже пора задуматься о выборе семян к следующему посадочному сезону. Но как не растеряться в огромном разнообразии посевного материала и не наделать бесполезных покупок? Давайте разбираться, какие же подводные камни могут подстерегать садоводов и огородников при покупке семян на следующий год. Сегодня лицензию на производство семян может получить практически каждый. Именно поэтому сейчас развелось очень много мошенников, которые фасуют в красочной упаковке пустышки, которые никогда не дадут вам урожая. Внимательно изучайте все, что написано на упаковке. Размытые фото это первый признак подделки, а если на ваших пальцах остаются следы типографской краски, будьте уверены, перед вами контрафакт. Явным признаком подделки будет то, если номер партии, количество семян и срок годности напечатаны типографской краской на обратной стороне. Они наносятся обычно штампом и бывают цветы чернил. К сожалению, часто бывают ситуации, когда в пакетике с, казалось бы, известным брендом находятся в лучшем случае не кондиция, а в худшем семена сорняков. Поэтому проверенным должен быть не только производитель, но и продавец. На какие только ложки не идут маркетологи, чтобы заставить нас купить товар. И вот мы, глядя на красивые картинки, уже представляем, как мы хвалимся перед друзьями и знакомыми новым урожаем. А уж если мы попадаем на распродажу, то сложно не накупить всего подряд. И неважно, нужны нам эти семена или нет. Именно поэтому перед выходом проверьте имеющиеся у вас запасы, составьте список всего нужного. Чтобы не разочароваться и не выбросить деньги на ветер, внимательно читайте то, что написано на оборотной стороне пакетика. Очень может быть, что этот сорт не подходит для выращивания в вашей климатической зоне, либо им не подходит почва на вашем участке. Кроме того, не забудьте о сроках годности, ведь семена не тот товар, который можно хранить много лет. Если срок подходит к концу, то лучше такой товар не брать. Часто покупатели привлекают яркие упаковки, и вот на такие белые невзрачные пакетики мы мало обращаем внимания. А зря. Зачастую здесь находятся очень качественные семена. Броская полиграфия удрожает товар. И очень часто бывает так, что вы платите больше за упаковку, нежели за содержимое. А лучше все же остановиться на золотой середине, потому что покупая совсем дешевый товар, как бы не оказаться в такой ситуации, что придется сбежать весной заново и пересевать ваши грядки. В последнее время появились дрожжированные семена вот в таких специальных оболочках, либо в лентах, которые значительно облегчают жизнь огородника. Эти семена лучше всходят, они не привлекают вредителей и часто обработаны от какого-то определенного заболевания. Но многие огородники опасаются покупать такие семена, они думают, что выросшие из них овощи могут навредить здоровью. А совершенно напрасно. Просто эти семена обработаны специальным составом от вредителей и от болезней. Если вы взяли пакетик с семенами и увидели, что после названия сорта следует надпись F1, это означает, что перед вами гибрид первого поколения, то есть растения, то есть семена получены из растения от двух или более родителей. Стоят они значительно дороже и многие дачники, пытаясь сэкономить, стараются взять из полученных овощей свои семена. Делать этого, конечно же, нельзя. Семена с этих растений урожая вам не дадут, а если и дадут, то очень-очень скудные и совершенно не похожи на своих родителей. Если вам так нравятся семена гибридов, будьте готовы к тому, что покупать их придется каждый год. Если же вы увидите после названия сорта буковку S, это означает, что перед вами элитные семена, то есть лучшие растения данного сорта. И если стоит циферка 1, то перед вами первое поколение, циферка 2 – второе поколение. Мало заготовить качественные семена самим, либо купить их в магазине. Нужно еще обеспечить им правильное хранение, вдали от нагревательных приборов. А за качественными семенами я приглашаю вас на сайт GardenZo. ссылку оставлю в описании. На этом все. Всем пока!